Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Календарь рязанского этапа Кубка России по мини-футболу задолго до соревнований заставил болельщиков отложить свои планы, чтобы лично поддержать овациями своих спортсменов. О первенстве России по мини-футболу среди команд высшей лиги в нашей студии говорим с Виталием Громовым. В течение долгого времени наша рязанская команда добивалась хороших результатов. Три года подряд мы выиграли первую лигу первенства России, в том году выиграли зону, где мы в дивизион «Б», высшая лига «Б». И в этом году мы получили право играть в высшей лиге. То есть это второй по силе дивизион в стране после суперлиги. Это было ожидаемо, если честно? Вообще-то ожидаемо. Мы к этому стремились давно, но в силу разных обстоятельств никак не получалось. Финансы, уровень нашей команды, наверное, ко всему надо быть подойти готовым. Мы, наверное, были не готовы ни материально, ни ментально, ни физически. В общем-то, были не готовы. Наверное, настал тот момент, когда вот это все срослось. И, в общем-то, мы будем представлять нашу Рязань в высшей лиге первенства России по мини-футболу. Болельщикам будут интересны подробности, что, когда, где. Я думаю, что они и так знают без того, но, может быть, есть телезрители, которые сегодня о чем-то впервые услышат. Дивизион высшей лиги стартует первый тур 24 октября. Продлится он с 24 октября по конец марта, по апрель месяц. В дивизионе будут играть в нашем высшей лиге 14 команд. Ну, интересно, я думаю, будет всем, потому что впервые, наверное, и наш клуб играет с такими брендами, так скажем, известными в России, такие команды, как «Спартак Москва», «ЦСК Москва», «Мытищи», «Московский клуб», который еще в прошлом году играл в Суперлиге, «Алмаз Алроса», «Мирный», «Заря», «Якутск», «Ярославль», «Смоленск», «Пенза», «Липецк». Ну, вот одни бренды «Спартак» и «ЦСК», говорят, наверное, о многом. Поэтому будет очень интересно за неделю до старта чемпионата с 14 по 18 октября также в Рязани, причем второй год подряд, будет проходить отборочный этап Кубка России, где мы также будем участвовать и будем бороться за одну из двух путевок попадания в одну восьмую финала. К нам приедут команды «Алмаз Алроса», «Мирный», кстати, бронзовый призер прошлого года среди команды высшей лиги – это Липецкий ЛГТУ, Пензенский клуб «Атмис» и команда у нас приедет в зодиа город Белгород. Вот пять команд, в круг разыграет, все это будет проходить на спорткомплексе Рязанского филиала Московского университета МВД, что в поселке Ворошилок, где мы уже третий год принимаем соперников, спасибо, кстати, большое руководство, так что ждем болельщиков. Поэтому будет очень интересно, чемпионат долгий и Кубок, а потом чемпионат долгий, длинные, трудные, интересные игры. Регламент таков, что мы должны с каждым соперником провести две игры, одну дома и одну в гостях. Игры будут проходить по субботам в вечернее время, домашние игры мы будем проводить в 18.00 начало, также в спортзале Рязанского филиала Московского университета МВД. На что вы делаете ставку все-таки? Есть сильные стороны, есть слабые стороны, все, естественно, об этом знают, я имею в виду те, кто в команде. Ставку мы делаем прежде всего на организацию игры, организацию, и, конечно, самое главное, ставка на своих, на местных воспитанников. Наш принцип только свои, потому что считаем, что наши рязанцы ничем не хуже, москвичей, питерцев и так далее, и так далее. Поэтому уже который год у нас в команде играют только свои воспитанники. Постоянно состав обновляется, вливается в свежую кровь, но костяк команды тот же. Ну и, конечно, на сыгранность все-таки мы уже сколько лет одним составом играем вместе. Вот эта сыгранность, организация, ну и все-таки, так скажем, не в обеду другим игровым командам. Нам есть что терять, на нас смотрят свои же болельщики, люди, которые живут с нами в одном дворе, в соседнем, нас знают с детства. Вот, и поэтому тут вопрос денег не стоит, играем мы не за деньги. Честь города, честь команды. Да, это не пустой звук, вот, может быть, где-то для кого-то, но не для нас. То есть у нас это есть, поэтому все-таки, если будет плохая игра, или неважный результат, я думаю, и нам, и руководству, и всем игрокам просто стыдно будет ходить в свой двор или по улицам, потому что, ну, город хоть и 500 тысяч населения, а все друг друга знают и прекрасно понимают, дают себе отчет, где они играют, за кого играют и как. Всегда очень важно, кто наставник, как он подает себя, как он работает с командой. Это, наверное, самое главное, потому что если нет вот этого стержня, то ничего не получится. Ну, наставник у нас уже давно, один, это легенда, это не я считаю, это все легенды рязанского футбола, вот, а сейчас уже становится легендой мини-футбола и пляжного. Это Иванов Владимир Львович, вот, да, Иван Иванов Владимир Львович, он рекордсмен до сих пор по количеству матчей, проведенных в первенствах России за команду мастеров рязанского «Спартака», «Торпеда», там по-разному называлась команда. Вот, кстати, наверное, единственный человек, уникальный для нашего спорта, вообще, который в 16 лет был уже капитаном команды. Вот, сейчас он тренер, мы очень этому гордимся и рады, что он тренер нашего клуба. Вот, ищем, ищем также из своих молодых воспитанников, ищем второго тренера, ну, пока в поисках. Могу сказать, что совсем недавно, кстати, Владимир Львович получил благодарность от министра спорта, а сейчас уже и президента Российского футбольного союза Виталия Львовича Муткова. Это дорогого стоит, значит, не зря его работа. Плюс, все-таки, за время совместной работы подготовил он 21 кандидат мастера спорта по футболу, вот это в рядах нашей команды. Это очень серьезный показатель, могу сказать, что кандидат мастера или мастер спорта в игровых видах спорта это несколько другое звание, чем в индивидуальных. Это гораздо более ценится. Чтобы получить кандидата мастера спорта, надо минимум выиграть хотя бы зональный этап первенства страны, ну, минимум первой лиги или выше. А что вообще происходит сейчас в мини-футболе? Мы рассказываем о том, что каждый вид спорта претерпел какие-то изменения в любом случае. Сложная ситуация, меняется состав, абсолютно все влияет. Есть какие-то тенденции, которые прослеживаются сейчас? Ну, знаете, тенденция одна, все-таки мини-футбол, футбол неотъемлема от составляющей части жизни. Поэтому, конечно, тяжелая, тяжелая экономическая ситуация, она складывается на всех клубах, вот также в нашем дивизионе, да, «Спартак» и «Матища». Это клубы, которые еще в том году играли в Суперлиги, но ушли не по спортивному принципу, а по финансовому. Вынуждены были опуститься чуть ниже, потому что все-таки средств не хватает для участия в более высоком дивизионе. Вот, а то, что вообще структурные изменения, есть разработана Ассоциация мини-футбола России, разработана программа до 2020 года по несколькому изменению принципа работы. Ну, вкратце, чтобы не выдаваться такие уж дебри и подробности, Суперлига остается, Высшая лига. Это второй дивизион поселений, он будет разбит на несколько дивизионов. Дивизион «Центр», где мы будем играть, дивизион «Юг», дивизион «Север-Запад», дивизион «Урал», дивизион «Сибирь». По две лучшие команды в апреле-май месяце разыграет в плей-офф победителя, призеров и два места получает два победителя. Первое и второе место получают право представлять эти клубы в Суперлиге. Далее существует у нас также первая лига, это межрегиональные соревнования на уровне МРО, то есть межрегиональных организаций. И планируют к 2020 году все-таки придать статус региональным, это областным чемпионатам, статус второй лиги. То есть вот примерно такая структура, которую к 2020 году Высшая лига планирует все-таки трансформировать в один дивизион, без деления географического принципа. А первую лигу это как раз уже сделать по дивизионам, которые «Урал», пять этих дивизион. Вот примерно такой путь до 2020 года ассоциация себе наметила, должна пройти. Будем смотреть, в принципе, это правильно. На данном этапе, что это происходит, я считаю, это правильно, потому что если бы эта Высшая лига была одна единая, как в том году, то лететь, понимаете, из Рязани в Владивосток или в Мирный, это очень накладно финансово. И не каждая команда, может, весь бюджет, это один полет туда-обратно годовой. Поэтому веление времени и, в принципе, здравый смысл возобладали. По регионам это гораздо проще играть все-таки здесь Москва, Ярославль, Пенза, Смодленск, чем летать на Дальний Восток и обратно. А потом уже лучше разыграют места, тут уже придется. Если мы, допустим, выйдем туда, ну, придется полетать, ну, дай бог, дай бог. Давайте вернемся к ближайшему событию. Действительно, пригласим еще раз телезрителей. И есть что сказать им? Ну, конечно, ближайшее событие – это 14-е, с 14-е по 18-е октября. Это Кубок России. Мы, естественно, всех ждем, всех приглашаем, будем рады. Единственный маленький тут минус, что, к сожалению, спортзал, он не так велик, как хотелось бы нам. Но мы всех все равно ждем, будем стараться всех разместить, всех как-то, чтобы все желающие могли попасть на наши игры. Это вот ближайшие 14-е, 18-е октября, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье будут вот эти баталии за право выйти в одну восьмую финала Кубка. И вот уже, могу так сказать, думаем, ломаем голову, что нам делать с чемпионатом. Потому что прошла, пока только даже нет календаря, неофициальная информация, что к нам приедет «Спартак» и «ЦСК». Вот лично я, через пресс-службу, и я лично, и нашим ребятам уже около двух с половиной тысяч заявок на матч «Спартак» и «ЦСК» пришло к нам, люди хотят попасть. Ну, пока не знаем, как вместить, потому что таких залов, к сожалению, у нас нет. Может быть, это «Ледовый дворец». Ну, будем думать, будем смотреть. Это приятные хлопоты. В любом случае, это уже приятные хлопоты. Я от всей души желаю вам удачи. Нашим телезрителям, я напоминаю, у нас был Виталий Громов. А это была программа «Подробности». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова